Так, ну, добрый вечер. Это Юлия Латынина и Латынина ТВ. И у нас наш вторничный эфир, как всегда, в это время. Сегодня нашими гостями будут сначала Олег Жданов, военный эксперт, полковник запаса, бывший сотрудник Генштаба ВСУ. Как всегда, он у нас по вторникам. Затем через час в восемь у нас будет Марк Фегин на 45 минут. После этого у нас на полчаса или минут на 40 будет Михаил Крутихин, потому что сейчас Путин пытается открыть второй газовый фронт против Германии. Откручил ей наполовину газ, и мы побеседуем о том, к чему это приведет. Все-таки открытие второго фронта, да еще самой России, вещь удивительная. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на наш канал, оширить и ставить лайки, не забывайте смотреть это видео до конца. Не забывайте подписываться на канал Олега Жданова, что я периодически забываю сказать. И позор, мне позор. Ссылка на канал Олега Жданова имеется в описании. А как я понимаю, Олег у нас на связи. Добрый день. Так, Олег, я вас вижу, но я вас не слышу. Вернее, я вас слышу, но я вас не вижу. А, вот, все мы на месте. И прежде чем начать этот эфир, я не могу, конечно, не поздравить моего, уже теперь, наверное, бывшего начальника Дмитрия Муратова, который продал свою Нобелевскую медаль за 103,5 миллионов долларов. Точнее, это за 100 миллионов франков. И все эти деньги пойдут на помощь украинским детям-беженцам. Я считаю, это круто. Олег, мой первый вопрос. Что все-таки произошло вчера на острове Змеиной? Что там грохнули, а что там не грохнули? И почему там стреляли, и чем стреляли? Ну, там грохнули все, что там было. На тот момент, когда произошел огневой удар. Мы с вами в предыдущих видео, я говорил, что в этом отличие ментальности, допустим, Украины и России, что мы прекрасно понимаем, что остров находится под перекрестным огнем обоих сторон. Обе стороны имеют вооружение, которое достает до этого острова. Поэтому мы не старались занять этот остров, а спокойно относились к тому, что там мы уничтожили российские войска на острове и спокойно дальше наблюдали, имея остров под огневым контролем. Но для россиян это, видимо, оказалось неприемлемо. Как это кусок земли, не занятый российскими войсками. И они начали стягивать туда войска. В результате огневого удара вчерашнего было уничтожено все, что находилось. Ну, во-первых, два дня назад мы уничтожили корабль, судно обеспечения, буксир, который шел туда с боеприпасами, с личным составом и с еще одним комплексом Тор-2М. Ну, я так понимаю, ротация, пополнение запасов и остальное. Он не дошел. По всем данным разведки он затонул. После двух ударов ракетами «Гарпун», двумя ракетами, точнее. А вчера мы нанесли удар по острову Змеиной и нанесли удар по нефтяным вышкам в Черном море. Это так называемые вышки «Бойка», которые мы все знаем по известному скандалу, связанному коррупционному с этими вышками. Они были захвачены Российской Федерацией в 2014 году. Но тут надо одну особенность отметить, какую. Я так понимаю, что все почему-то вышки «Бойка», газодобывающие платформы. Я с военной точки зрения скажу, что это были не столько вышки, которые добывают газ, сколько были военные объекты. Но для сравнения, на одной из вышек гражданских людей было 23 человека, а военных было больше 100. То есть на этих вышках Российская Федерация разместила радиолокационные станции и сонары, это морские радары, для контроля за судами и военными кораблями, находящимися в акватории Черного моря, между побережьем Украины и полуостровом Крым. Вот поэтому были нанесены и по вышкам, и по Змеиному был нанесен огневой удар. Ну вы, собственно, предвосхитили мой вопрос. Я хотела спросить, а зачем стрелять по нефтяным вышкам, хотя бы закупленным вдвое против своей настоящей цены? Вы на него ответили, что там были РЛС и сонары. А сколько всего, что было все-таки на Змеином, и чем уничтожили это? Хаймарсами или чем-то другим? Нет, ну Хаймарсов пока что нету в Украине, подтверждения их наличия официального нет. У нас есть из официальных источников, министр обороны сказал, что с прошлой недели, точнее с началом этой недели, на боевое дежурство заступил ракетный комплекс «Гарпун», противокорабельный. Но он имеет также возможность нанесения ударов по целям на суше. Скорее всего, на мой взгляд, это был именно комплекс «Гарпун». А что именно успели российская армия накопить, или точнее российский даже флот, накопить на Змеином к тому времени, когда все это грохнулось? Ну, по нашим разведданным, там находились реактивные системы залпового огня, кстати, типа «Град». И дальность небольшая, зачем они их поставили, непонятно. Там находилась Тор-2М, этот самый, один комплекс. И там находилось определенное количество личного состава, которое там обслуживало и охраняло этот остров с продовольствием и запасами топлива, боеприпасов и продовольствием. А никаких С-300 и С-400 там не было? Нет, С-300 и С-400 там не было. Во второй заход они почему-то средства ПВО дальнего радиосодействия туда не доставили. Ну, мы же, видимо, они не рискнули, потому что мы же постоянно топили. Вспомните, сколько мы катеров. Мы 7 катеров «Раптор» потопили. И, по-моему, 5 из них или, по-моему, все 7 там, в районе острова Змеи. Тогда немножко предвосхищаю вопрос АС-300. Правильно ли я понимаю, что зато как минимум один, а может быть, по-моему, даже два комплекса АС-300 вы грохнули под Херсоном? Да, там тоже было нанесение удара. В том числе сначала мы нанесли удар по комплексам ПВО, а потом мы применили уже спокойно, применили штурмовую авиацию. Это было вот на прошлой неделе. Но они разместили еще комплексы С-300, размещены в северо-восточной части полуострова Крым. Кстати, именно там, где сейчас стоит дивизион противокорабельного комплекса «Бастион», ракетами «Оникс», которыми сегодня обстреливают Одессу. К ракетам «Оникс» мы еще обязательно перейдем, но прежде всего добьем тогда этот несчастный остров Змеиный, потому что мы много с вами рассуждали об острове Змеиный и с Арестовичем, и с Романом Светаном, и всегда приходили к выводу, что произойдет вот ровно то, что произошло. То есть не надо было быть большими гениями, чтобы это сообразить. Соответственно, вопрос, почему это не сообразило российское командование. И второй вопрос, а зачем это там размещалось? Потому что сколько мы с вами там это обсуждали, так и не пришли к какому-то очень рациональному выводу. Ну, я думаю, что со временем они хотели нарастить усилия, и вполне возможно, что туда мог быть перемещен либо комплекс ПВО дальнего радиуса действия, либо, допустим, тот же противокорабельный комплекс «Бастион». Почему? Дело в том, что Змеиный дает возможность довольно на большом дистанции контролировать акваторию Черного моря между Змеиным и Румынией, и, допустим, от Змеиного и на 300 километров вглубь Черного моря. Сюда же ходят по наименьшему, по кратчайшему расстоянию. Никто же не хочет тратить лишние тонны топлива для того, чтобы обойти, допустим, какой-то остров или какой-то район. Всегда идут по кратчайшим расстояниям. Скорее всего, для этого они и хотели занять этот остров. Они думали, что они смогут контролировать, с одной стороны будет эскадра контролировать, с другой стороны будет на острове размещен гарнизон со средствами поражения. И море будет таким образом заблокировано. То есть после того, как потопили крейсер «Москва», российское командование решило превратить Змеиный в аналог крейсера «Москва», только непотопляемый. Да, абсолютно правильно. Плюс еще добавьте сюда смену командующего, а ему надо было проявить как-то... Ну, кроме пусков ракет, это стало уже обыденностью для Российской Федерации, пуски ракет по территории Украины. А вот, допустим, какую-то военную смекалку в плане того, что вот давайте закроем море там и так далее. Вполне возможно, что новый командующий флотом решил проявить инициативу. Я сегодня нарушила наш привычный порядок беседы, потому что вместо того, чтобы спросить, что происходит на фронте, я сразу начала со Змеиного. Поэтому давайте, Олег, я немножко исправлюсь. И напоминаю нашим слушателям подписываться на наш канал, шереть и ставить лайки. Особенно важно, когда вы подписываетесь прямо в момент эфира, потому что у нас тут злые тролли к нам приходят, и нам всячески гадят, и поэтому ваша поддержка нам всячески нужна. Не забывайте подписываться на канал Олега Жданова. Вот сегодня я исправилась. И давайте вернемся к нашему привычному распорядку, когда я в самом начале программы прошу вас сказать о том, что самое важное произошло за эту неделю и что изменилось на фронте. Ну, на фронте изменилось, есть положительные, есть отрицательные изменения. Из-за отрицательных изменений отмечу то, что мы немного отступили от государственной границы в направлении Харькова. Россия подсобрала резервы и вытеснила нас практически на тот рубеж, с которого мы начинали. И сейчас российская артиллерия получила возможность ствольная наносить огневое поражение юго-восточным окраинам города Харькова. Практически Харьков стал прифронтовым городом. Дальше, Луганское направление держится без изменений. Да, в начале недели немножко продвинулись направления Славянска, точнее Райгородка, на несколько километров российские войска. В остальном они, в принципе, остановлены и всю неделю топчатся на месте. Никаких больше успехов не было. Мы воспользовались тем, что Россия впервые сняла войска с другого направления, например, Запорожье они сняли, скорее всего, перебросили на Северодонецкое. И мы сделали там два таких небольших похода, контрнаступательных действий. От Орехова отодвинули на 5-7 километров противника. И в районе Васильковки мы продвинулись в сторону Мелитополя на 10 километров. Это на Запорожском направлении. И на Херсонском направлении мы хотели улучшить плацдарм и поджимали российские войска с трех сторон. А в результате получилось, что российские войска после огневого воздействия с нашей стороны оставили первую линию обороны перед Херсоном, которую они так долго строили, и откатились аж на вторую линию обороны. Олег, извините, я уточню. То есть вы хотели совсем на немножко продвинуться, а российские войска перед вами бежали? Да, российские войска просто отступили на вторую линию обороны. Хотя такой задачей, ну, как я понимаю, потому что главкома обратил внимание, что мы проводим по трем направлениям контрнаступательные действия для улучшения позиций и создания будущего плацдарма для контрнаступления на Херсон. Они откатились на вторую позицию под огневым воздействием. А еще что важного? Ну, в принципе, важного... А, ну вот огневые удары мы с вами уже обсудили. Остров Змеиный, Вышки, Бойка. В Белоруссии начались учения по отмобилизации и развертыванию армии на 35 тысяч человек. Посмотрим, сейчас должны уже начать приходить. Сегодня уже вторник, уже по идее должны были первые мобилизованные появиться. Ну, и последние два дня в результате вот таких более-менее успешных действий вооруженных сил Украины, как всегда, мы получаем ответку со стороны России в плане увеличения ракетных ударов по всей территории Украины. Вот если можно к этим ракетным ударам и перейдем. И перед Ониксами в Одессе я хочу уточнить, что правильно я понимаю, что Россия стреляла ракетами по Ингулецкому ГОКу, Кременчугскому НПЗ, и, кажется, еще две нефтебазы грохнули. Да, в Днепропетровской области и, по-моему, в районе Кривого Рога. А зачем? Ну, я не знаю, зачем им ГОКи, вот тут непонятно. Просто я так понимаю, что, ну, мы вообще-то предполагаем, что это просто месть со стороны Российской Федерации. Вот они уничтожают нашу инфраструктуру в отместку. Почему? Потому что не могут добиться, допустим, военных успехов на поле боя. Поэтому вот такая вот страшная месть. Кстати, говоря о ГОКах и об НПЗ, все-таки я бы хотела уточнить о вышках Бойко, потому что вы меня совершенно поразили, сказав, что там были размещены военные гарнизоны. А когда эти военные гарнизоны начали, собственно, там размещаться? С 14-го года, как только были захвачены эти вышки. Сначала в первый же год, в 15-м году, эти вышки уже охранялись, их сразу начала охранять служба береговой охраны из состава ФСБ Российской Федерации. А потом мы наблюдали, как они перевозили туда личный состав и перевозили туда оборудование. Так что мы знали о том, что они ведут разведку и о том, что там находится радиолокационная станция. А вообще какую-то нефтедобывающую деятельность эти вышки вели, или они только использовались вот таким вот оригинальным способом? Нет, они добывали газ, не нефть, а газ. Это две газовых плат по добыче газа. И в принципе, ну там объемы небольшие, они в основном обеспечивали Крым. Вот с запасами газа. И, кстати, сейчас там пожар, потому что вентили не перекрыты. Не знаю, смогут ли они перекрыть, не смогут, но пока что горят эти вышки. То есть огонь добрался до скважин, и сейчас газ, поступающий из скважины, он горит, как факел. А у меня такой вопрос. А где-нибудь в мире еще есть прецедент, чтобы газовые вышки использовали в качестве базы для радаров? Ну, я не слышал таких прецедентов, хотя не исключаю такой, если есть военная целесообразность. Понимаете, тут, допустим, когда морские платформы там стоят на определенном удалении от побережья, то может быть и нет смысла туда вообще ставить гарнизон, кроме охраны, конечно. Ну, допустим, в Китае там спецназ охраняет нефтяные платформы в Венесуэле, китайские, там, где работают китайские компании. А Россия охраняет свои платформы частными военными компаниями. Ну, тот же Вагнер был замечен в Венесуэле по охране нефтяных вышек, которые разрабатывали российские компании. Вот. Есть, спецназ охраняет вышки Шелла. Ну, там заключен контракт, и они выбирают себе охрану. Но так, чтобы размещалось военное оборудование для ведения разведки и корректировки огня, ну, я таких случаев не знаю. Хотя, допустим, вполне допускаю, что такое может быть. А, собственно, в чем ЦИМИС, вот я не могу понять. Неужели у России мало даже того же самого Черноморского флота, чтобы размещать РЛС на газовых вышках? Зачем это было сделано еще с 2015 года? Дальность. Дело в том, что чем ближе РЛС стоят к противнику, тем точнее они определяют координаты цели. И тем лучше они видят. Дело в том, что, допустим, если РЛС небольшие, дальность у них там обнаружения до 200 километров, то их надо придвинуть на 200 километров к побережью, чтобы они контролировали всю акваторию моря. Поэтому именно из соображений тактико-технических характеристик. А можно сказать, что тот факт, что с 2015 года эти вышки уже использовались как базы для РЛС, означало, что уже с 2015 года Россия думала вот об этой войне? Или она тогда просто смотрела на Мариуполь? Ну, то есть это было еще тогда для Донбасса нужно? Я думаю, что нет. Я думаю, что они изначально предполагали, что эти вышки могут быть использованы для Черноморского флота или для блокировки нашего побережья и поражения кораблей наших военно-морских сил, кораблей и катеров. Почему? Потому что война спланировалась не в 2014 году. Война спланировалась, по нашим предположениям, это первая попытка вооруженного или силового давления, правильно так бы сказать, на Украину со стороны России, это Тузловский кризис. Ну, тогда этих вышек-то еще не было, если я правильно понимаю. Правильно, тогда вышек не было. А сейчас, когда в 2014 году, когда они захватили эти вышки, они, ну, с точки зрения военной, я думаю, любой бы оператор предложил бы использовать их в качестве мест для размещения. Почему на Змеиный тянут средства разведки и средства противовоздушной обороны? Потому что выгодная позиция, понимаете, которая перекрывает довольно большой акваторию. Здесь то же самое, они удалены там на 30-40 километров от побережья вглубь моря. Значит, они находятся ближе к нашему побережью. Значит, они гарантированно увидят всю акваторию до нашего побережья. Вот для этого их туда и отправили. А одно дело, допустим, когда вы сонар опускаете в воду у берега и глубина его погружения плюс эхо от твердых пород грунта, то есть от дна моря, одно. А другое, когда вы опускаете его с платформы в воду, и он в свободном, как бы в подвешенном состоянии прекрасно слушает всю акваторию моря на дальность своих возможностей. А можно ли сформулировать так, что Россия пыталась, в том числе и со Змеиным, и с этими вышками контролировать всю акваторию Черного моря, и вчера Украина лишила ее этой возможности? Да, абсолютно правильно. Вот, кстати, вышки могли перекрывать акваторию Черного моря в самом узком месте между Крымом и, допустим, Бессарабией, да? А остров Змеиный перекрывал, скорее всего, перекрывал основные морские пути, которые проходят недалеко от самого острова. И вчера мы лишили Российскую Федерацию возможностей контролировать акваторию Черного моря. Во всяком случае, возле нашего побережья. То есть, фактически, то, что состоялось вчера, это такая несколько неконвенциональная морская битва, вроде битвы за Атол Медуэй, в которой Украина просто одержала полную победу. Да, можно сравнить с битвой за Атол. Хотя в ней участвовали вышки и остров Змеиный, с одной стороны ракеты «Гарпун», с другой стороны, вместо авианосцев и, соответственно, ну, собственно, вместо авианосцев. Да, вместо флота в ней участвовали в основном наземные средства, с помощью которых и была проведена эта операция. Ну, конечно, я думаю, что это первая в мире крупная морская битва, которая состоялась между островом, нефтяными вышками и наземными средствами поражения. Я думаю, что ее еще долго будут изучать. И с этим мы возвращаемся к заявленной теме, к ракеты «Оникс». Что они пытаются найти в Одессе, откуда они запускаются, и сбили их или нет? Сразу скажу, что не все сбили. Объясню, почему. Ракеты «Оникс» — это разработка конца 70-х годов. Стоят они на вооружении, еще в Советском Союзе они стояли. Она сверхзвуковая, эта ракета. Она развивает максимальную скорость 2,5 маха. И где-то 2 400-2 500 км в час. Кто не знает, что такое скорость маха, это скорость звука. Так вот, Советский Союз делал эти ракеты. Они имели индекс П-800, потом получили название «Оникс». Так вот, Советский Союз делал эти ракеты для пробития системы ПВО авианосцев. Их называли «убийца авианосцев». И именно для этого им была придана скорость сверхзвуковая, чтобы они быстро и эффективно могли пробить систему ПВО авианосца, утопить его. Создавалась она, естественно, эта ракета под ядерный боезаряд. Потому что, понятно, одной ракетой с 300 кг метротила ты авианосцу больших повреждений не нанесешь. У него 300 кг может весить боевая часть. Первые «Ониксы» летали на дальность до 300 км, потом «Оникс» был модернизирован частично, и название «Оникс-М» получил уже дальность спуска до 800 км. Применяются они противокорабельными ракетными комплексами типа «Бастион». И сегодня Российская Федерация перетянула один такой ракетный комплекс, то есть один дивизион вот этих «Бастионов». они поставили в северо-восточной, в северо-западной части полуострова Крым. Кстати, где-то примерно напротив того места, где стоят в море вышки. И оттуда они на дальности до 300 км достают до города Одесса. В надежде, что ракеты сверхзвуковые, и они не будут сбиты, и они обстреливают город. Видимо, этих ракет у них много. Трудно было найти данные. Я не нашел данные, сколько же их было выпущено всего, каковы запасы на сегодняшний день. Но, тем не менее. Но, кстати, это может свидетельствовать и о том, что калибры заканчиваются. Видимо, калибрами все-таки решили поэкономить, поэтому развернули, это же перетянули с южного побережья Крыма. Перетянули дивизион вот этих ракет-комплексов «Бастион», и ими начали обстреливать город Одесса. А что именно в Одессе хотели обстрелять, и что получилось? Понимаете, там дело в том, что можно примерно только догадываться. Они говорят, что они там объекты военной инфраструктуры. На самом деле, дело в том, что эта ракета имеет очень большие отклонения, круговые отклонения от точки прицеливания. Почему? Потому что она была в основном рассчитана под ядерный боезаряд. И поэтому Советский Союз особо не заморачивался на точности этой ракеты. И отклонение ее от точки прицеливания может составлять несколько сотен метров. Поэтому сказать точно, что они хотели разбомбить, очень тяжело. Но пока они попадают в основном либо в промышленную зону, либо в торговый центр, либо в жилые кварталы. А вы сказали одну потрясающую вещь, что ракеты, чтобы Стион поставили напротив вышек в северо-западном Крыму, и через 300 километров они достают до Одессы. Правильно ли я из этого могу заключить, что, собственно, причина, по которой ониксы стреляют по Одессе, заключается ровно в том, что это единственный город, который можно достать из той точки, куда их легко было приволочь? Нет, не единственный. Есть еще город Николаев. Он тоже, скорее всего, может попасть под обстрел. Но дело в том, что Николаев очень плотно обстреливается ствольной, реактивной, точнее, артиллерией и ракетными войсками сухопутных войск Российской Федерации. То есть там близость фронта настолько незначительная, что они обстреливают Николаев практически круглосуточно из тех средств, которые имеются. А вот Одессу они достать, видимо, уже другими средствами не могут. С калибрами, видно, действительно проблема. Кстати, последнее заявление прозвучало буквально позавчера от российского командования о том, что они меняют концепцию нанесения ударов с моря и переходят в основном на подводные лодки. Но, зная Россию, я могу, я рискну предположить, что калибры для кораблей заканчиваются. Просто закончатся. И они делают упор на калибры для подводных лодок. Я, наверное, не точно, очень точно сформулировала вопрос. Он был несколько саркастический, просто, опять же, зная российское командование. То есть, получается, что дело не в том, что есть в Одессе какие-то крупные военные цели, которые им кровь из носа надо достать, и они думают, чем бы их достать. А просто, грубо говоря, есть какая-то штука, которую можно применить, и из этого места она хорошо попадает по Одессе. Давайте достанем по Одессе. Да, абсолютно правильно. В основном это психологическое воздействие на сам город и на создание общественного мнения в городе, а также ситуации хаоса и паники. И вот нам сегодня, допустим, надо решать вопрос, может быть, надо начать. Вот в Харькове уже эвакуация повторно началась. А, собственно, а чем сбивают Ониксы? Ведь какие-то части были сбиты. Да, какая-то часть была ракет сбита. Дело в том, что у нас-то выбора и нет, чем сбивать. У нас единственный комплекс, который может выполнять, с ограниченными возможностями, может выполнять функцию противоракетной обороны, это С-300. Допустим, если он там обычную цель может сбить на расстоянии 200 км, и более, то ракету он может сбить на расстоянии 50-60 км. Но за счет того, что у нас там между Крымом и Одессой, за счет того, что там ровная поверхность, то есть море, дальность видимости РЛС значительно увеличивается, и мы можем засекать пуски. Чем раньше ты засекаешь эту ракету, тем больше у тебя времени на то, чтобы пустить противоракету. А авиация их не может сбить? Нет, сверхзвуковые не может. Они по габаритам не такие. Авиация может бороться с калибрами, мы уже научились с авиацией сбивать. Потому что мне кажется, мне Роман Светан, если я не ошибаюсь, говорил, что как раз истребители-перехватчики научились перехватывать калибры, крылатые ракеты. Да, калибры, да. Калибр летит, извините, калибр летит 840-870 км в час. Он летит, как обычный самолет. Единственное, что у него, он маневрирует в воздухе, у него не математическая траектория. То есть РЛС его не может просчитать, это раз. И второй, он летит на низкой высоте, и, соответственно, попадает в мертвую зону радара. Вот в чем отличие. А истребитель, если истребителей вовремя поднять, то истребитель легко находит калибр, расстреливает его, как обычный самолет. Несмотря на то, что у нас осталось еще очень много вопросов и по Северодонецку, и про Херсону, и по самому Донецку, который я обязательно обещаю нашим слушателям, я просто очень давно хотела Олега расспросить, собственно, о том, какие ракеты и как применяет Россия в Украине. Это была довольно давно заявленная тема. Я думаю, что мы рискнем посвятить ей хотя бы сейчас некоторое количество времени, а потом вернемся к непосредственному раскладу на фронте, потому что есть еще очень интересные вещи, включая, например, кадыровцев, заехавших в Донецк. Но об этом чуть попозже. Пока прошу вас не забывать подписываться на наш канал и подписываться на канал Олега. Нас слушает 21 тысяча человек. Это очень неплохо. Канал Олега, напоминаю, находится в описании. И если вы подписываетесь на нас во время стрима, то это особенно хорошо увеличивает его раздачу. А он того стоит. Итак, ракеты. Очень давно говорят о том, что ракеты у России заканчиваются, что ракеты у России неточные. И если можно, коротенький обзор, а я потом буду уточнять, какие ракеты использует Россия, по каким целям и откуда она их запускает. Ну давайте начнем тогда, наверное, с самых мощных. Самые мощные ракеты, которые запускала Российская Федерация, это Х-101. Это крылатая ракета, стратегическая, с дальностью пуска 5,5 тысяч километров. Запускаться она может со стратегических бомбардировщиков типа Ту-95 или Ту-160. Запускались они в начальном этапе войны и несколько раз запускались буквально пару недель назад. В начальном этапе войны в основном с акватории Черного моря по разным целям на всей территории Украины. И в последнее время запуски были засечены с акватории Каспийского моря. Они там и базируются. Они в городе Энгельс на окраине Самары базируются стратегические бомбардировщики ВКС России. Вот они оттуда и запускали эти ракеты Х-101. Но очень дорогое удовольствие. Каждая ракета стоит несколько миллионов долларов. Запускать такую ракету. Она рассчитана под ядерный боеприпас, но может быть в осколочном фугасном исполнении. Вот ее запускали. Вторая ракета, которую запускали, опять же эти же самолеты, она для них и предназначена, это ракета Х-55. Или ее модификация Х-555. Дальность запуска там колеблется где-то в пределах трех тысяч километров. Есть модификации на две с половиной, есть на модификации на три с половиной тысячи. Но опять же они запускались со стратегов Ту-195, ну Ту-160, кстати, хочу отметить, ни разу не был замечен в пусках этих ракет. В основном Ту-95. И запускались тоже. На начальном этапе было несколько пусков и с акватории Черного моря, а потом с акватории Каспийского моря. Из еще распространенных ракет... Олег, извините, я, наверное, должна прервать и уточнить. Два вещи спросить. Во-первых, мы сейчас говорим о крылатых ракетах, потому что и Х-101, и Х-55... Да, они все крылатые. Да, потому что до Искандеров мы еще не дошли. А во-вторых, а сколько стоит пуск... И это все ракеты... Это все ракеты воздушного базирования. Да, и сколько стоит пуск Ту-160... Просто сама эксплуатация... Вот один полет Ту-160, правда, он вроде не летал. Ну, Ту-160, не знаю, в принципе, и по 95-му таких данных нету. Но думаю, что это не один десяток тысяч долларов просто поднять его в воздух, потому что там и расход топлива, и сам самолет в обслуживании очень дорогой. И, в принципе, думаю, что это очень дорогое удовольствие. Очень. Точных данных, к сожалению, нету. Я вас перебила, мы остановились на Х-55. Ну, вот с Х-55 мы закончили. Дальше идет очень распространенная ракета Х-22, Буря. Тоже несколько раз применялась в этой войне. И ее может применять... Она с 1958 года. Вот по ней есть данные, что выпущено более тысячи штук. То есть в Российской Федерации должно быть где-то около тысячи штук этих ракет. Но носителем этой ракеты является Ту-22М3 и, опять же, Ту-95. Вот с Ту-95 она была замечена спусками ракет Х-22. Тоже, в принципе, дальность спуска до 600 километров. Боевая часть до тонны. 960 килограмм тротила она может нести. Но точность довольно низкая. Предназначалась тоже подъядерный боеприпас. Тоже класс воздух-земля. Ну, и еще можно отметить две ракеты, которые... Х-59 ОВАТ где-то она с середины 70-х годов разработки и только в 80-м 82-м году была принята на вооружение. Дальность пуска там несколько вариантов этой ракеты Х-59 есть. Она воздушного базирования и она легкая ракета. Она предназначалась для пусков самолетов СУ. Причем, начиная от СУ-24 заканчивая СУ-57. Любой самолет СУ мог, имеющий соответствующий подвес, мог взять эту ракету для пусков. Дальность ее пуска составляет от 40 до 290 километров в зависимости от модификации ракеты. Их там 5 аж в модификации. И боевая часть может содержать от 150 до 320 килограмм тротила. Вот, кстати, по этой ракете я нашел цену. Она стоит 16 миллионов рублей в цену 2010 года. Сколько это было по курсу, ну, как бы, надо посмотреть. Трудно сказать. Сейчас. Вот. И можно отметить еще из... Это тоже воздушного базирования. И можно еще отметить ракету Х-32. Но пока не было замечена она, эта ракета, но она есть на вооружении ВКС России. И тоже она от СУ-22М3. может запускаться. Хотя, ТУ-22М3 единственные разы, когда он использовался, это было бомбардировки по заводу от Азовсталь. Кстати, ТУ-22М3 в пусках ракет замечен практически не был. Он только поднимал вот эти сверхтяжелые бомбы весом 3 тонны. Потому что ни один другой самолет эту бомбу взять на борт не может. Вот. Так что, что касается по ракетам воздушного базирования. По ракетам наземного базирования тут ассортимент намного меньше. Самая простая точка УРУ это советская ракета советских разработок была снята с вооружения где-то, по-моему, в 18-м году была снята с вооружения вооруженных сил России и отправлена на покой. В связи с тем, что был принят Искандер и Искандер тогда говорили получит они сделали по-моему, если я не ошибаюсь больше 10 бригад Искандера было построено и направлено в войска. Поэтому они точку У сняли. Но война показала что она пригодилась. Сейчас мы наблюдаем пусковые точки У и они ее пускают. Она летит на дальность 110 километров относится к высокоточному оружию управляемое на активном участке траектории. То есть когда работает маршевый двигатель. И вторая ракета самая распространенная это Искандер имеет две комплекс Искандер М имеет две ракеты в боевом комплекте. Это баллистическую ракету Искандер с дальностью пуска до 500 километров. Поговаривали что может быть и больше тысячи но судя по практическим пускам так они эту тысячку и не сделали. Так что Искандер летит тоже он корректируемый на начальном участке траектории относится к высокоточным но хотят точность не такая уже высокая как допустим у той же крылатой ракеты. и калибр это второй вариант ракеты комплексом Искандер М может лететь на дальность до 1500 километров относится тоже к классу высокоточных и в принципе может применяться либо по баллистической траектории программироваться либо будет лететь по заданной траектории используя складки местности и на малых высотах. А теперь у меня вопрос если сравнить применение вот всех этих российских ракет с тем допустим как американцы применяли свои ракеты в Ираке и как те цели которые Россия выбирала так и точность поражения целей вот что тут можно сказать Ну американцы в Ираке применяли ракеты класса воздух земля и они не разбрасывались номенклатурой там были высокоточные ракеты которые именно для этого и создавались для малых и средних дальностей то есть до 300 до 300 или до 500 километров и они просто наносили удары по определенным объектам здесь же мы с вами видим всю номенклатуру все что есть давай неси вот по такому принципу вот просто когда вы все это перечисляли перед моим глазом перед моими глазами стояли вот те самые российские колонны танков которых как заметили все наблюдатели стояли рядом танки трех поколений и с одной стороны Т-90 а с другой стороны Т-62 и понятно что все это выглядело очень некрасиво с точки зрения просто логистики и снабжения войск и вот когда вы перечисляли что по Украине стреляют с той же Х-101 которая должна была нести ядерный припас естественно зарождается предположение что во-первых если она должна нести ядерный припас она плохо прицелится а во-вторых что она очень дорогая а в-третьих что она очень старая основные основные все ракеты практически 60-70-х годов разработки то есть это это советские разработки и только вот Х-32 ракета она кстати меньше всех применяется она в 16-м году была поставлена на вооружение то есть ее довели там до ума видно достали из запасников и поставили вооружение на вооружение но сколько их выпущено пока на сегодняшний день неизвестно а все остальное это ну калибры и ракета комплексу эскандер да вот это уже разработка российская но опять же смотрите эскандер там производная для эскандера это был комплекс точка который фактически превратился при глубокой модернизации превратился в тот же эскандер увеличенная ракета измененная пусковая и увеличена дальность и мощность боевого заряда вот и все своих ракет современных практически и нет а раз два и обчелся все остальное это запасы советского союза и по производству и по разработкам а вот следует из того что вы сказали то что эскандеры и калибры у россии просто кончаются или наоборот это очень разумная стратегия отстрелить х22 которые все равно с 58 года ее все равно надо списывать так вот типа давайте ее хотя бы выстрелим нет я думаю что первый вариант именно калибры кончаются вы вспомните первые недели войны там только калибры были только и они только где-то недели через три если не четыре они начали уже применять баллистическую ракету комплексом калибр а первое время летели только калибры голову подымаешь и ну вот я сам видел голову подымаешь и он потихонечку жужит и летит буквально на высоте 100-150 метров это где же вы его видели я видел в Смельницком и видел под Киевом через нас летели ракеты которые пускались из Беларуси ну вот для понимания возле моего дома в 50 метрах возле моего дома стоит разрушенный дом в который упала сбитая ракета калибр а чем их сбивать ну вот калибры я же сказал их сбивает система ПВО и сейчас научились сбивать их с помощью истребителей вот они могут но для ПВО есть проблема в том что она их должна увидеть это первый момент и второй момент ПВО работает в алгоритмах математики и она умеет просчитывать траекторию ракеты баллистической ракеты которая летит по баллистической траектории вот а ракету вот такую ракету она просчитать не может и поэтому поэтому пуски противоракет не всегда бывают удачными то есть иногда промахиваются и крылатая ракета спокойно уходит дальше на цель все время говорят что у России ракеты вот 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 кончатся но из того что вы сказали что там тех же Х-22 больше тысячи штук то это значит что старых ракет у России еще долго не кончится я никогда такой не поддерживал и всегда на этот вопрос я всегда отвечал зря надеетесь там ракет еще исчисляется тысячами запаса если брать разные номенклатуры вот по калибрам да мы знаем что там было где-то около тысячи а может быть полторы и судя по тому количеству пусков которое произведено вот где-то калибры уже на дне то есть уже осталось их совсем чуть-чуть простите я сразу перебью это считает это считая резерв неприкосновение это считая резерв или без резерва или резерв тоже отстрелен не я думаю что вместе с резервом сейчас России не до резерва кстати месяц назад Путин давал команду мы по-моему с вами это обговаривали что Путин дал команду немедленно возобновить производство ракет калибр и запустить этот завод в три смены в круглосуточный режим работы но оказалось что кроме как катать корпуса и ставить пороховой вышибной заряд больше они ничего в этот корпус не могут все остальное это начинка вся электронная начинка и маршевый двигатель это импортные комплектующие тогда потому что я очень боюсь что у нас осталось еще всего 15 минут эфира может быть мы еще вернемся к этому важному вопросу о ракетах на следующей неделе а уж более интересные сейчас события происходят на мой взгляд и в Донецке и под север Донецком я прошу поэтому наших слушателей не забывать подписываться на наш канал не забывать подписываться на канал Олега ширите ставить лайки нас смотрит 28 тысяч человек это прекрасно но можно еще и о Олег пропал но я надеюсь Олег появился снова Олег на прошлой неделе мы спорили с вами кто обстреливает Донецк и вы мне рассказывали что Донецк обстреливают сами само Ордло что вы скажете на этой неделе ну в принципе я как бы свою позицию не изменил единственное мы наносим огневые удары по промзонам где есть склады с боеприпасами или где дислоцировались воинские части 1-го армейского корпуса 8-й 8-й общевойсковой армии Южного округа это и у нас же есть возможность мы же можем ювелирно наносить удары но по жилым кварталам мы не стреляем это первый момент второй момент вы же сравните мощности взрывов как снаряды калибра 155 не рвутся небольшими хлопками так рвутся в основном минометные мины но насколько я понимаю вы действительно нет я не хочу сказать что вы так уж серьезно обстреливаете гражданские кварталы Донецка но я насколько я понимаю вы обстреливаете трудовские высоты теми же сами Д-30 мы туда не достаем этих самых Д-30 там если там если и применяется то применяется в основном потому что Д-30 сразу попадает под контрабатарейную борьбу вот там у России довольно много артиллерии так что там если применяется то применяется только дальнобойная артиллерия а второе насколько я понимаю Россия как раз вывезла артиллерию из Донецка и эта артиллерия сейчас работает по-лисичанску да в основном туда они перетянули часть артиллерии на на северодонецке направление второе насколько я понимаю в Донецке кончилось пушечное мясо потому что его тоже весь бросили под золотое и под золотое ну почему кончилось Пушилин вчера буквально вот видимо он понимал этот вопрос вчера буквально объявлена очередная волна мобилизации в которую включены женщины военные обязаны и мы знаем что теперь уже порог верхний порог мобилизованных это будет 65 лет то есть они начинают отлов те кто остался третье в Донецке паника и из Донецки 15 10-часовые очереди на отъезд ну вот этого не знаю с критом украинут вот этого точно не знаю поэтому не смогу подтвердить или опровергнуть интересовался только вот вопросами обстрела потому что меня это тоже очень интересовало и мне присылали вот ссылки с пабликов где они описывали и где они считали там и разницу выстрела и разрыва и так далее а насчет насчет того что отъезжать ну не слышал такого ну вот это мне сказал Роман Светан который очень тщательно изучал вопросы и у которого очень хорошие связи в Донецке ну собственно когда-то он пытался его оборонять и кроме того Роман сказал мне удивительную новость что в Донецк завезли кадыровцев в дополнение к ментам именно потому что видимо ну то есть что контролировать население Донецка вот дополнительно и забирать это пушное мясо дополнительно ну сказать что сложнее сложнее я не могу сказать но вот я даже подумала что в конце концов кадыровцы могут просто стать там на пропускных пунктах и очень хорошо собирать тех людей которые выезжают знаете очень хлебное занятие может они сами попросились согласен а так смотрите но дело в том же снова мы забываем самое главное составляющую дело в том что кадыровцы это же Росгвардия они все бойцы Росгвардии просто из региона Чечня вот а так да так вполне поэтому их и кинули на помощь полиции для поддержания правопорядка это основная задача Росгвардии поддержание конституционного порядка но они считают что они там должны насаждать конституцию России вот они там и будут сейчас ее насаждать в той интерпретации в которой они ее понимают Третий момент когда вы в Донецке попадаете по складу оружия а там насколько я понимаю несколько попаданий он же рвется а куда попадают после этого снаряды в те же самые жилые кварталы ну в принципе из-под тем видео которые опубликованы в пабликах я да детонация там есть но я не видел чтобы там был какой-то разлет это первый момент второй момент боеприпасы на складах хранятся не в окончательно снаряженном виде поэтому если снаряд и улетел то он просто как болванка упал и не взорвался я все это снимают снимают давление с Лисичанска потому что в надежде что Россия оттянет артиллерию а во-вторых они создают совершенно реальную угрозу занятия Украины если не самого Донецка то допустим трудовских высот с которых можно будет укражать городу потому что ну безумие конечно занимать город в миллион человек и после этого а Путин теряет лицо и б он в общем-то даже ничего сказать не может потому что он же в конце концов 8 лет кричал что Донецк обстреливают но вот сейчас Донецк обстреливают а что он может к этому добавить ну вполне возможно ваша версия имеет право на жизнь но и как бы мы из планов генерального штаба не знаем но скажу так что вряд ли на мой взгляд что мы можем пойти там в контрнаступление потому что довольно позиции сторон там довольно укреплены видите как мы держимся там в районе Донецка мы не продвинулись ни на метр мы 8 лет готовили эту линию обороны то же самое делала Российская Федерация с той стороны но лишить фронт боеприпасов вот это задача номер один и теперь у них может сложиться такая же ситуация как была у нас несколько недель назад когда мы испытывали настоящий голод в боеприпасах для артиллерии но вы и не отступили на метр Марьенко в общем-то в 8 километрах от Петровки это всего ничего да я знаю мы в принципе держимся поэтому я и говорю что вряд ли может быть сегодня будет принято решение что все идем на Донецк но ваше утверждение что по-прежнему все что обстреливает жилые кварталы Донецка если это что-то попадает жилые кварталы это сами сепаратисты я думаю что да думаю именно вот для той цели как мы и говорили что создание паники и хаоса и создание управляемости обществом через страх это вполне возможно смотрите еще такой нюанс дело в том что мы когда наносим огневое поражение мы применяем групповой огонь то есть как минимум стреляет артиллерийская батарея это 6 орудий и если а там одиночные разрывы по жилым кварталам поэтому вряд ли а поворачивайте ну еще раз говорю что и боеприпас отличается вот от того которые которые там рвутся и те которые отправляем от наших идет детонация там мощнейший заряд на складах и в промзоне а там нет там хлопок и осколки ну я со своей стороны скажу что я сейчас абсолютно вижу вполне нормальную военную логику стрельбы в основном по трудовским высотам в Донецке но также конечно и да если попадает по гражданским кварталам что называется Жорж Данден ты этого хотел это Юлия Латынина и Латынина ТВ с нами Олег Жданов и у нас осталось очень немало немного времени до прихода Марка Фейгина поэтому я призываю вас не забывать подписываться на мой и Жданова канал и шерить и ставить лайки нас слышит 32 тысячи человек и мы собственно в последние 5 минут должны коротко одолеть самый важный вопрос а что происходит под Северодонецком Лисичанском и Золотым как я понимаю российские войска под Северодонецком продвинулись да к сожалению с юго-востока с северодонецка они продвинулись и мы на сегодняшний день мы контролируем полностью контролируем только промышленную зону и бои идут уже по периметру промзоны в Северодонецке остальной город к сожалению контролирует уже российские войска вот такая вот ситуация в Северодонецке но вот то что они Метелкина они взяли с юго-востока в принципе мы их остановили вот они Метелкина заняли дальше мы их остановили это была попытка окружения города отсечь город от реки но на сегодняшний день город имеет связь имеет снабжение я имею ввиду связь с Лисичанском вот не в плане не в плане связи а в плане снабжения группировки войск и мы даже пытаемся проводить эвакуацию гражданских с промзоны Северодонецка так что часть города мы удерживаем да это промзона но пока что держимся в самом Северодонецке Лисичан к сожалению там Россия заранее стянула очень много артиллерии применяет периодически авиацию и они пытаются заранее разрушить город чтобы мы не смогли там создать какой-то район оборон А правильно ли я понимаю что там возобновилось применение авиации потому что вот после Баташева после того как сбили Баташева некоторое время она перестала летать Да где-то практически два дня авиации не было а потом а сейчас она да опять возобновилась ну там в принципе не сложно сделать вывод дело в том что вот Баташев подтвердил то что мы предполагали пилотов нет видите они выдергивают те кто уволился из запаса те кто допустим вот он работал по найму там в частной военной компании а молодежь не боится боится летать и молодежь не умеет пилотировать так как для того чтобы осуществлять точное бомбометание или точную работу по переднему краю противника вот в этом у России уже огромная проблема плюс я так понимаю парк самолетов тоже подходит потихоньку к концу и они уже запланировали на снятие с хранения до 200 самолетов какое положение под золотом под золотым вернее где проходит одна из главных укрепрайонов ваших ну там в принципе на сегодняшний день все стабильно да там была угроза были очень серьезные штурмовые действия но мы все вернули мы все вернули все отстояли и под золотым ситуация тяжелая но контролируемая нашими войсками то есть можно ли сказать что отбили ташковку для того чтобы немножко улучшить положение в том числе и для золотого потому что она находится северо сейчас скажу северо северо восточнее чем золотое и вот когда россияне взяли ташковку тогда да уже была более-менее появилась точнее угроза окружения мы сейчас ее отбили назад и такой уже реальной угрозы окружения на сегодняшний день нет а под Херсоном получается Россия проморгала ваше наступление или может и не может ничего с ним сделать да они они сейчас усиленно укрепляют вторую линию обороны но попыток вернуть себе положение на сегодняшний день не отмечено но там и группировка войск недостаточно большая чтобы проводить такие контрнаступления для возврата своего положения а подлесичанском положение тяжелое прежде всего благодаря артиллерии и таким образом мое предположение о том что эту артиллерию оттянуть ударами по Донецку как раз очень логично ну скажу так дело в том что Россия не испытывает дефицита в артиллерийских системах на сегодняшний день вот допустим в районе севера Донецка работает 17 артиллерийских групп 17 и они все равно они сейчас еще подвозят артиллерию они могут еще развернуть дополнительную артиллерию в том же самом Донецке поэтому думаю вряд ли наше командование рассчитывало на то что они сейчас перебросят час артиллерии на Донецк для контрбатарейной борьбы они просто развернут там дополнительно несколько артиллерийских групп но правда теперь проблема с боеприпасами чем стрелять будут артиллерийские группы да потому что боеприпасы уничтожены и об этом мы уже наверное поговорим потому что как всегда нам времени не хватает для борьбы для беседы с умным собеседником я конечно Олега я вижу что к нам присоединяется уже Марк Фегин Даша на самом деле Марка можно просто вот-вот вывести вместе и Олег гигантское спасибо вам за рассказ я напоминаю что это была Юлия Латынина и это был Олег Жданов и нас смотрит 34 тысячи человек присоединяйтесь к нам ширьте ставьте лайки распространяйте этот эфир дальше Марк здравствуйте рад приветствовать Юлию рад приветствовать всех ваших зрителей Марк может у вас есть одну секундочку может у вас есть вопрос к Олегу потому что я ему столько вопросов не успела задать у меня тоже частый гость хотел узнать Олег вот эти черноморские вышки которые уничтожены были вчера да нет дело в том что черноморские вышки мы действительно очень долго обсуждали только что видите я на популярной практике вопрос он обсуждал с вами относительно дальности того что какими ракетами они были поражены позволяющие вот эту повышенную дальность или нет потому что он специалист я нет что он говорит мы предполагаем что это были это были ракетные комплексы гарпун потому что да да потому что министр обороны сказал что они с начала недели они заступили на боевое дежурство по охране наших морских рубежей вот поэтому мы предполагаем что это были гарпуны ну то есть это безусловно еще и дополнительный сигнал для Москвы что имейте ввиду ну так они еще они еще когда только были активные разговоры про гарпун то эскадра вышла из вероятной зоны поражения то есть удалилась от нашего побережья более чем на 300 километров то есть получается что фактически они пролетели 300 километров да ну почему там позиции могут быть разными смотря откуда там делались спуски мы же не знаем мы же не знаем точное местоположение стартовых позиций там есть дистанция которая была могла бы составлять и 200 километров 200 километров но это все равно очень значительно в общем для высокоточной марк для высокоточной ракеты это не проблема если она рассчитана на 300 она будет лететь и 300 и вопрос точности самой ракеты и ее возможности отклонения от точки прицеливания я я все таки надеюсь что и видите жизнь показывает что гарпун имеет меньше круговое отклонение чем там те же самые российские ракеты типа оникс если мы попали в буксир ну размер буксира и расстояние с которого прилетела ракета к острову Змеиный как минимум больше 100 километров но это повышает вероятность удара по крымскому мосту ну я думаю что да конечно это повышает теперь надо только найти позицию где можно поставить эти пусковые так чтобы придвинуть поближе чтобы было ровно 300 километров или там 280 там гарантированное вот чтобы было 280 километров и тогда да тогда карфаген должен быть разрушен ну вот кто как а зачем карфаген то разрушать да я отвечаю отвечаю на этот вопрос вот если вы слушали мои видео я всегда держу такую позицию очень твердую я не говорю что надо разрушить мост у нас нет такого выражения это должен быть даже не групповой это должен быть массированный ракетный удар чтобы попытаться его разрушить а вот а вот вывести мост из строя чтобы он нарушить допустим железнодорожное полотно нарушить дорожное полотно чтобы он прекратил работать как мост вот главная задача чтобы его перерезать как может даже не по самому мосту почему бы не ударить там прекрасная развязка керченская на въезде на мост и там пересекается и железная дорога и трасса Таврида и можно одним ударом накрыть и то и другое и перестанут подвозиться снаряды Алик я думаю что мы мы немножечко злоупотребляем уже вами хотя ну просто мне хочется расспросить Марка у меня еще есть к вам вопросы и я думаю тогда что все-таки они будут переноситься на через неделю но один вопрос я все-таки не могу задать и Марку наверное будет интересно Олег что это была за история Минобороны российская сказала про 50 генералов и офицеров которых убили на командном пункте в Днепропетровской области ой огромное вам спасибо за вопрос очень хотел на него ответить и наверное в своем видео тоже расскажу смотрите дело в том что мы уже не проводим совещания как вот партийные собрания времен КПСС все у нас генштаб так не работает поэтому выезжать в Днепропетровск собирать там высший командный состав не имеет вообще никакого смысла сегодня мы с вами прекрасно по Вимаксу общаемся мы с вами можем прекрасно пообщаться по Зуму или другим видеопрограммам это к тому как проводятся совещания теперь объясняю что за ситуация могла сложиться дело в том что несколько дней назад вот Марк должен мне подсказать Алексей Арестович в эфире у Марка Фигина сказал что мы накрыли разведцентр по моему 49 армии да так вот помните мне кажется что спектакль лекала точно такой же как с десантом на острове Змеиный помните когда российская пропаганда сказала что уничтожен украинский вертолет уничтожена куча десантников а потом а потом на фото оказалось что лежит солдат убитый в форме морского пехотинца вооруженных сил Российской Федерации вот мне кажется здесь примерно та же самая история потому что на второй день после разгрома разведцентра выходит новость что они но у нас нет 50 генитров не ну то что Коношенков приписывает цифры ладно я промолчу но мы не проводим в таком режиме совещания давным-давно Олег спасибо вам огромное потому что это вообще потрясающая тема это вот как со складами вашими которых нельзя разбомбить потому что у вас складов нету все идет с колес нету да Олег я вас отпускаю значит Марк Фейгин у нас уже некоторое время присутствует в эфире и даже расспрашивает Олега с моей легкой руки выполняя мою работу а олега